Всем привет на канале Тимой 11 ТВ. Сегодня мы продолжим вычитать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали вторую часть головы, которая называется Бараньей Жаркой. Сегодня начнёт третья часть этой головы. Ну что, поехали. Вот так в одно прекрасное утро в самом конце апреля они тронулись потихоньку в путь. Бильбо был облачён в тёмно-зелёный плащ и чуть-чуть полинялый тёмно-зелёный капюшон, который ему одолжил Двалин. Одежда была ему велика, выглядел он довольно нелепо. Боюсь его образить, что подумал бы при виде Бильбо его отец Банга. Бильбо удушался единственно тем, что его нельзя принять за гнома, так как у него нет бороды. Не успели они отъехать от харчевни, как их догнал Гендаль, совершенно великолепный на великолепном белом коне. Он привёз Бильбо уйму, носовых плотков, любимую трубку и табаку. Вся компания весело поехала дальше. По дороге путешественники целый день рассказывали разные истории и пели песни, заболкаясь на то время, пока останавливалось перекусить. Хотя это случалось далеко не так часто, как хотелось Бильбо, он всё-таки понемногу стал входить во вкус такой жизни и подумывал, что приключения это не так уж плохо. Сперва они проезжали в владение хоббитов в расставленный добропорядочный край с отличными дорогами, населённый почтенным народом. Время от времени им встречался какой-нибудь гном или фермер, спешившись по своим делам. Потом пошла местность, где жители говорили на незнакомом языке и пели песни, каких Бильбо раньше не слыхал. Наконец, они углубились в пустынную страну, где уже не попадалось ни жителей, ни тракторов, а дороги становились всё хуже и хуже. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшись чёрными из-за густых лесов. На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди. Всё кругом сделалось мрачным, погода вдруг испортилась, стало холодно и сыро, ночевать им приходилось, где попало. «Подумать только июнь на носу», — вырчал Бильбо. Его пони хлопал по грязнейшей просёлочной дороге в холосте процессии. Близился вечер, время чая пришло. Везде не переставая ли у дождь, с капюшоном текло глаза, плач промок насквозь, полный усталость, потыкался о камни. Путешественники были не в духе и молчали. Наверняка дождь промочил тёлки с сухой одеждой, и вода попала в мешки с едой, — грустил, — думал Бильбо. Как бы мне хотелось ощутиться сейчас у себя дома, в моей славной норке, у отчаяния, что вы чайник, начинал петь. Ещё не раз потом ему пришлось мечтать об этом. А гномы всё трусили вперёд да вперёд, не оборачиваясь, словно совсем забыв про хобота. Со севыми тучами должно быть село солнце, и когда они спустились в глубокую долину, по дну которой бежал поток, сделалось совсем темно. Поднялся вечер, ивы по берегам закачались, и зашелестели. К счастью, старинный каменный мост был цел, и мне пришлось переправляться в бой, а то река сдулась, и от дождей с шумом бежало сгорь и холдок. Когда они, наконец, очились на другом берегу, совсем стемнело. Ветер разогнал тучи, проглянула луна, они спешились, и Торин пробормотал, что там насчёт ужина и где бы отыскать сухое местечко на ночь. И тут только заметили, что Гэндальфа нет. Он уехал с ними всю дорогу, так и не объясняя, участвует, он в их походе или просто привлажает, добрый до времени. Он ел побольше всех, болтал больше всех, катал и он чуть всех. Теперь он просто-напросто исчез, и всё тут. Как раз, когда так пригодился бы волшебник, растонали Дори и Нори, они разделяли взгляд хоббита на то, что есть надо регулярно, часто, и как можно больше. В конце концов, решили заночевать их, где есть, и только передвинулись по деревьям, так как там земля была суше. Но зато ветер страховал воду с листвы, и звук падающих капель капкап наводил уныние. К тому же, что-то приключилось с костром. Очень словно заколдовали. Гномы обычно умеют разложить костер буквально где угодно, и из чего угодно, независимо от того, есть ветер или нет. В тот вечер в них ничего не клеилось, даже уойна, иглойна, уж на что они были мастера по части кострома. Ну вот и все, мы прочитали полностью, мы прочитали третью часть головы, которая называется «Баранье жаркое». В следующей серии нас ждет четвертая часть этой головы, но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тиму 11.В. Всем пока!